Современные методы расчетов между покупателями и продавцами давно вышли на новый уровень. Речь идет не о рыночной торговле, а о взаиморасчетах, которые затрагивают банковскую сферу и операции с недвижимостью. С появлением формы аккредитива мы можем сказать, что теперь деньги, которые должны быть переведены заемщикам-продавцу, будут получены только после завершения транзакции. Аккредитив для чего и зачем? Аккредитив – это новый термин для обязательства в денежном эквиваленте, которое банк берет на себя по требованию плательщика. На основании своего поручения банк обязуется перечислить денежные средства получателю после подачи документов о регистрации собственности. Аккредитив открывается заемщиком, средства, поступившие на этот счет, резервируются до регистрации сделки и завершения расчетов с продавцом недвижимости. Поскольку Альфа-банк использует обеспеченный аккредитив, покупатель не может использовать или распоряжаться хранящимися на нем средствами. Аккредитив может быть открыт на срок 45-60 календарных дней. Платежный аккредитив на сумму 1500-3000 рублей оформлен Альфа-банком. Использование аккредитива возвращается банку, если в средствах нет необходимости. Виды аккредитивов. Существует несколько типов аккредитивов, позволяющих производить расчеты между продавцом и покупателем. Текст озвучен в Яндекс.Клауд. Классификация приведена ниже, чтобы понять, какие функции выполняет аккредитив. Подтвержденный аккредитив, ранее подтвержденный другим банком с согласия или от имени банка-эмитента. В этом случае оба банка несут ответственность и несут обязательства в пределах подтвержденного аккредитива. Безотзывный, когда без согласия сторон банк-эмитент не может отозвать или изменить. Обязательства по аккредитиву. Отзыв банк-эмитент-аккредитива может отозвать или изменить его без уведомления получателя, покрытый при выдаче банком, ведущим переводы на открытие счета. За счет суммы аккредитива или наличных денег, сумма аккредитива, покрытие, которое будет в дальнейшем реализована исполнительным банком в течение всего срока действия аккредитива, не обеспеченный. Как таковой аккредитив, при открытии которого банк-эмитент имеет право выкупить наличные в пределах суммы аккредитива. Вы знали, на практике отзывный аккредитив используется очень редко. Существуют и другие виды аккредитивов, но на практике Альфа-банк в основном использует сопроводительный аккредитив для осуществления платежей между заемщиком и продавцом. Участники аккредитива. Текст озвучен в Яндекс.Клауд. Чтобы заемщик не запутался в большом количестве терминов и определений в процессе подписания документов, стоит отдельно описать участников аккредитива. Банк-исполнитель исполняет аккредитив. И отправляет средства получателю на основании полномочий, предоставленных ему банком-эмитентом. Менефицар-бенефицар, который может выступать как физическое или юридическое лицо. Плательщик в данном контексте тот, кто покупает недвижимость и заказывает открытие аккредитива для банка, в котором осуществляется транзакция. Банк-эмитент открывает аккредитив по требованию. Заказчика. Важно, Альфа-банк не осуществляет переводы третьим лицам в рамках оформления аккредитива на основании запроса получателя средств физических лиц. Плюсы аккредитивной формы расчетов. Такая форма оплаты удобна, если ипотечный заемщик завершает сделку с продавцом юридическим лицом. Текст озвучен в Яндекс Клауд. Озвучена Яндекс Спичкит. Считается, что сделанные таким образом расчеты безопаснее для заемщика. Кроме того, аккредитив позволяет избежать риска потери денег или неправильного использования. С юридической точки зрения сделка, заключенная путем открытия аккредитива, также защищена документами. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Всем пока.